Здравствуйте! Представляю вашему вниманию очередной небольшой обзор банкнот, приобретенных мной для пополнения собственной коллекции. В этом видео мы с вами рассмотрим 5 банкнот различных африканских государств. Итак, начнем данное видео с банкноты с достоинством в две квачи Республики Замбия. Напомню, что данные банкноты я приобрел на мешке. Итак, Замбия или Республика Замбия, это государство в Южной Африке, столицей Замбии является город Лусака, денежной единицей Замбийская Квача. Данная банкнота была отпечатана в 2012 году, на лицевой стороне изображено некое дерево. Что это за дерево, я, к сожалению, не знаю. Опять же, к знающим вопрос, пишите в комментариях. В правой части лицевой стороны изображен орлан-крикун, это хищная птица семейства ястребиных, распространенная в Африке южнее Сахары. Ну, а на оборотной стороне... В левой части изображена так называемая лошадиная антилопа, это животное из рода саблерогих антилоп, а также местные женщины с некими плодами, видимо, это все-таки какой-то местный рынок. Ну, и в правой части изображен так называемый чейнбрикер, это памятник мужчине, разрывающему цепь, и данный памятник находится в столице Замбии, городе Лусаки. Далее, также зомбийская банкнота достоинства 50 квач 2010 года выпуска. На лицевой стороне изображено дерево, которое называется кигелия или колбасное дерево, это растение, произрастающее в тропической Африке. Плодами кигелии местные жители изгоняют злых духов и лечат множество всеразличных болезней, от ревматизма и до сифилиса. Только вот успешно или нет, я, к сожалению, не знаю. В правой части лицевой стороны также изображен орлан-крикун, ну, а на оборотной стороне изображена голова зебры, животного рода лошади. И сцена выработки меди на руднике Нка, на одном из крупнейших в Африке. Ну, и все, тут же чейнбрикер. Далее. Банкнота достоинства в 10 долларов. Республики Зимбабве 2009 года выпуска. Напомню, что Зимбабве это государство, также расположенное в южной части Африканского континента. Столицей Зимбабве является город Харари, а денежной единицей зимбабвийский доллар. На лицевой стороне в левой части изображены так называемые балансирующие скалы, расположенные в национальном парке Матобо, которые, в свою очередь, находятся на юге Зимбабве. Ну, а на оборотной стороне изображены руины так называемого Большого Зимбабве, средневекового города, расположенного на территории зимбабвийской провинции Масвинго, которая находится на юге страны. Далее, также зимбабвийская 10-долларовая банкнота 2020 года выпуска. На лицевой стороне изображены все те же балансирующие скалы. Ну, а на стороне оборотной изображено здание резервного банка Зимбабве, а также 4 африканских буйвола, вида быков, широко распространенного в Африке южнее Сахары, одного из крупнейших, к слову, современных быков. Ну, и, наконец, банкнота республики Малави, достоинством в 20 квач 2009 года выпуска. Также хочу напомнить, что Малави – это государство в юго-восточной Африке, столицей государства является город Лилонгве, денежной единицей является малавийская квача. На лицевой стороне, в правой части, расположен портрет Джона Челембве, одного из основателей национально-освободительного движения в Ниаса-Лэнде. Так, во времена британского владычества, именовалась территория нынешнего Малави. Ну, а в центральной части изображена рыбацкая лодка с рыбаками. На оборотной стороне изображена сцена из сельскохозяйственной жизни малавийских аграриев, именно сбор чая. Я хочу сказать, что выращивание чая является одной из важнейших отраслей экономики Республики Малави. Вот такие вот банкноты были приобретены мной для пополнения собственной коллекции. В комментариях просьба указывать, что в данном видео понравилось, что не понравилось, и было ли видео для вас интересным вообще. Ну, а я всем желаю удачи в пополнении коллекции. Собственно, коллекцию я также буду по мере сил и возможностей пополнять. Вот, кстати, очередную посылку с мешка забрал с банкнотами. Надеюсь, в ближайшее время мы ее с вами разберем и рассмотрим. Тысячу сто двадцать рублей она мне обошлась вместе с доставкой. Там довольно приличное количество банкнот. Ну, и по традиции, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok